Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и прежде всего хочу вам напомнить, что мне недавно вышел курс по основам стратегии в шахматах, где я разбираю базовые позиционные идеи в нашей любимой игре и в данном курсе есть три такие крупные темы, как соответственно игра против слабости, то есть разбор слабостей, также фигурная игра, улучшение соответственно позиции фигур и также третье это профилактика, тоже не менее важная составляющая шахмат. Также будет четвертая часть отдельно, это практика, где будут даваться некоторые примеры для разбора, то есть вам будет даваться задание в той или иной ключевой позиции, как вот допустим здесь на диаграмме и нужно будет найти и самый сильный ход и в принципе план за белых либо за черных, ну а потом я его как раз таки уже объясню на самом видео. Так что кого интересует улучшение своего позиционного понимания игры, можете приобрести данный курс, цена сейчас 28 долларов, то есть скидка 30% после окончания скидки, которая закончится в конце этой недели, цена будет 40 долларов, поэтому кого интересует, можете приобрести. Ну и сегодня хочу поговорить про тоже одну из своих любимых тем, это ловушки в дебюте, ну и здесь даже сказал бы не только ловушки в дебюте, а скорее дебютные идеи и хочу поговорить про защиту Грюнфельда, тот дебют, который я очень люблю за черных в ответ на d4, но также как мы с вами сейчас увидим по данной партии, этот дебют можно применять и против c4. Там есть некоторые нюансы, потому что есть схемы, которые характерны именно для, скажем так, хода c4, которые в варианте с d4 не будут получаться, но тем не менее у нас все равно может быть идея провести d5, причем если вы хотите играть Грюнфельда, надо играть d5 именно здесь, поскольку если мы сыграем g6, то у соперника появляется возможность сыграть e4, теперь ход d5 невозможен и нам уже придется перейти в стороне низкую защиту. Тоже хороший дебют, но понятно, что идеи здесь уже другие, чем в Грюнфельде. Итак, поэтому играем сразу d5, ну и здесь, то есть что я говорил, что опять-таки, ну допустим, cd белые сыграют, хотя могут не играть, но тут они не обязаны играть e4, они могут пойти и там допустим d3, и конь f3, и там е3, и ферзь b3, там как само это только не играли в этой позиции, но после e4. И конь c3, к слову, тоже ход dc еще возможен, из таких систем характерны для именно анти Грюнфельда, то есть для позиций, когда мы не переходим в главные варианты. Ну вот после bc в g6, d4 и слон g7 мы переходим к, по сути, главной и одной из основных позиций в Грюнфельде, которая встречалась уже даже не сотни тысяч, а миллионы раз на практике. Если мы берем и любителей, и гроссмейстеров, если берем все уровни, то есть она возникает, если брать основной порядок ходов, это после d4, конь f6, c4, g6, конь c3. Здесь играем d5, опять же таки не даваясь играть белым e4, ну и далее после cd, конь d5, e4, размена на поле c3, и хода слон g7, возникает та же позиция, что у нас в партии, но и с другого порядка ходов. Итак, это позиция базовая, безусловно, и она одна из ключевых, если мы посмотрим тоже, опять-таки, как я говорил с базой, то здесь мы видим, что миллион шестьсот тысяч, там почти даже семьсот тысяч партий на лечесе, по базе мастеров тоже очень-очень много партий. Ну, база лечеса еще и урезана, если мы посмотрим по мегабазе, она будет еще больше. Так вот, в этой позиции, безусловно, давайте перейду сюда нотации, в белых есть разные ходы, это и конь f3, и слон e3, и слон c4, ну вот партия у согласно c4, такая тоже классическая схема, то есть в чем идея этого хода, почему слон выходит сюда, то есть белые хотят потом поставить коня на поле e2, как он и сыграл, и смысл хода состоит в том, что теперь у черных слон g4 ход, в принципе, возможен, но тогда у белых появляется идея f3. Итак, пока рокировка, рокировка, конь c6, слон e3, это тоже позиция супер известная в теории, и вот тут у черных есть масса ходов, есть тот же ход слон g4, ну давайте тоже открою базу, для начала покажу базу мастеров, слон g4 ход вполне возможный, то есть мы вынуждаем ход f3, но на самом деле это для нас не так уже плохо, то есть f3, ну давайте тоже покажу на доске, чтобы было видно, f3 для белых все-таки это определенное ослабление, ну и там тоже большая идет теория, слон d7, исход конь e5, тоже исход хороший за черных. То есть вполне возможно, хоз он g4, также f7, такой ход я тоже пробовал, также есть идея конь e5, ну вот мне очень нравится тот ход, который я делаю в этой позиции чаще всего, это ход b6. К слову, если мы берем базу мастеров, данный ход находится здесь на четвертом месте, довольно популярный, по базе ли чеса ход намного реже встречается, хотя в принципе тоже он на пятом месте, то есть в принципе ход вполне разумный. Ну и на самом деле, скажу как я узнал про этот ход, я узнал его из партии Яна Непомнящего, который за черных очень любит, ну по крайней мере раньше точно любил защиту Клюнфельда, и много партий у Непомнящего в этом варианте, где он играл именно b6. Если мы допустим ведем ход b6, то мы увидим, что данный вариант играл Непомнящий неоднократно, вот допустим у партия с каруаной, и дальше если там порыться по базе, мы увидим, что партия с гирей есть, еще одна партия с гирей, в общем партия с дудой, Непомнящий играет этот вариант довольно регулярно, и на самом деле эта жертва пешки вполне корректная, то есть черные реально жертвуют пешку, и более того, здесь далеко не всегда белые принимают эту жертву, но тем не менее принятие жертвы самый принципиальный вариант, поэтому, конечно же, белые могут забрать эту пешку, что у нас партии было. То есть они играют dc, ну и в этой позиции как раз черные не бьют пешку на поле c5, а делают очень сильный ход, это ход ферзь c7. То есть черные здесь хотят сыграть конь e5, в ряде вариантов конь a5 даже, и спокойно отдают пешку на поле c5. То есть в итоге после cb и ab у белых реально лишняя пешка, отыграть ее по крайней мере в 1-2 хода у черных нет возможности, но тем не менее инициатива черная довольно серьезная, и мы хотим сыграть конь e5 на очень многие ходы белых. Ну вот допустим ладья b1 и играем конь e5, то есть понятно, что на слон b6 теперь у нас будет взятие слона, поэтому такой ход пока не работает. Последовал слон d5, ладья b8, ну ладья во-первых под боем, во-вторых нужно укрепить пешку на поле b6. Ну и вот тут на самом деле в этой позиции очень часто белые теряются, потому что у черных действительно довольно серьезная инициатива, есть масса идей, ход конь g4 довольно хороший, ладья d8 и e6 в том или ином порядке, так же слона 6 тоже есть план. В общем черными, как мне кажется, намного проще играть эту позицию. Ну вот здесь допустим после даже самого точного хода ферзя 4 у черных полный порядок, мы видим оценка примерно 0. Ну и что мне тоже нравится, вот если мы посмотрим допустим по базе, мы увидим супер классную статистику за черных, такое очень редко увидишь по итогам дебюта, это 58% побед, то есть это супер-супер круто и конечно же статистика здесь очень показательная. По базе мастеров она будет не настолько красивой, но тоже у черных побед очень много, то есть побед больше чем поражений. И у меня тоже статистика здесь отличная, сейчас так выберу черный цвет. А вот мы видим, что здесь у меня 5 партий именно в данной позиции, ну там чуть раньше могли белые сыграть иначе и все 5 партий закончились моей победой. Такая здесь интересная линия. Так вот, давайте посмотрим, что конкретно здесь сделали белые, то есть самый сильный ход ферзь на 4, тогда мы играем d6. Ну то есть давайте покажу примерный вариант, который советует компьютер, то есть как он здесь развивает инициативу за черных, то есть пока напал на слона, затем слон уходит, напали на пешку, ну и здесь, ну вернее не напали на пешку, да пока пешка защищена, но прицелились к пешке, пока пешка не теряется сразу у него. Ну и конь g4, тот ход, про который я говорил, то есть напали, уже реально напали на поле h2 и на слона, поэтому слон f4 фактически выбора нет, но здесь ферзь c5. Еще один классный ход, то есть теперь пешка f2 под боем, поэтому слон g3. Ну и далее здесь слон g5, слон g5 ходом раньше тоже можно было сыграть, в общем здесь тоже, даже визуально видно, что в черных инициатива очень серьезная, белым нужно очень аккуратно защищаться, то есть да, при правильной игре здесь у белых в принципе все нормально, но тем не менее эта нижняя пешка пока вообще не ощущается, и черным конечно же здесь важно почти всегда не менять ферзей, ну и собственно говоря, если черные смогут где-то пешку c3 отыграть, что во многих вариантах работает, то тогда уже и размен ферзей тоже будет вполне возможным. Ну в общем белым явно сложнее играть в этой позиции, поэтому я ее за черных очень люблю, ну и допустим даже в данной ситуации уже он сыграл не ферзь, а4 ферзь b3, и вот тут я уже сыграл не точно, здесь мне надо было конечно же пойти e6 сразу, на самом деле я эту идею подзабыл немножко, все-таки не так много партий я сыграл в этой позиции, а вот e6 сразу конечно же было в разы сильнее, то есть после e6 у белых внезапно слон остался без ходов, там есть какой-то ход f4 на контратаку, но все равно очевидно, что у черных здесь все отлично, то есть даже можно побить слона например, да, ну самое простое, да, патент такой вариант, здесь у черных все отлично, но я сыграл немного иначе, сделал ход тоже логичный, но не сильнейший, сыграл слон на 6, ну и вот тут напал пока на коня, он сыграл просто c4, и здесь уже наконец-то я нашел правильный план, правильный мотив, ход e6, и здесь это еще и в лучшей редакции за черных получилось, потому что в итоге в данной ситуации же ход f4 ему вообще ничего не дает, я могу просто уйти куда-нибудь к нему еще и где-то при случае взять, если она угрожает, но самое главное, что слон с полю d5 остался просто без хороших ходов, и эта фигура просто теряется, рано или поздно мы ее можем съесть, ну и также можно было кстати даже конь d7 сыграть, еще и пешку на b6, попутно укрепляя, думаю, что конь d7 тоже хороший ход, даже может быть и сильнее, но в любом случае f4 все-таки, наверное, стоит ему сыграть, какой-то последний шанс, но в партию сыграл слон b6, ход интересный, но у черных теперь еще и связка по линии b появилась, ну и в итоге здесь после пары ходов, может быть не самых прям техничных, но тем не менее после пары ходов он сдался, тут еще и разваливается у белых центр, ну и позиция совсем плохая, то есть в дальнейшем еще и слон d5 там есть идея, и ферзь d5 по линии b остается связка, ну в общем, просто лишняя фигура и, конечно же, масса идей у черных, там конь d3 тоже еще добавлю, такой ход угрожает, ну в общем позиция, вот так вот, вот сильный ход у белых просто развалилась, так что очень интересная идея, если играете Грюнфельда за черных, вполне могу порекомендовать, ну из-за низкого начала тоже в некоторых случаях можно получить классический Грюнфельд, допустим, как у нас в партии, ну и вот в этой позиции еще раз посмотрим классический вариант, мне очень нравится ход b6, b6 хорошая идея, да, белые не обязаны бить пешку, но тем не менее ход принципиальный, так играть будут довольно часто, ну и здесь мы не бьем, пока играем ферзь c7, ну и вот данная позиция, как по мне, отличная для черных, белые опять-таки не обязаны играть ладья b1, но тем не менее, как бы белые не сыграли, у нас простая здесь игра, то есть ладья d8, конь e5, слон e6, либо слон b7 по ситуации, где-то если слон d5, то e6 еще играем, вариантах, там на дюн нужно будет только убрать, единственное что, ну в общем, идеи основные вы видели, позиция довольно любопытная, поэтому, кто играет Грюнфельда, советую попробовать это за черных, мне эта жертва очень нравится и компьютеры тоже полностью одобряют, в общем, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok